Чай это опасно для здоровой пищи, там содержится кофеин, и вам чай нормально, вам чай нормально, зеленый чай можно, можно, но не нужно. Чай лучше не пить, там кофеин содержится. А если чай ферментированный, черный чай, зеленый это просто чай, да, и сферментированный чай, то есть подгнивший, там уже ЛСД еще содержится. А пить нечего, есть только чай, больше, кроме чая, ничего нет, чай, кофе, все, больше ничего нет, нечего пить. Я не знаю больше никаких трав на земле, растений. Почему нельзя травы? Кто сказал, что нельзя? Вам нельзя? Почему нельзя? Мяту можно? Кто исключил? И зачем? Травы. Вот смотрите, хорошо, если исключили травы. Давайте поговорим об этом, чтобы не исключали травы. Давайте я вам сейчас дам принципы понимания частей растений, чтобы вы поняли для чего чего, да. Вот зелень, которая, травяная зелень, ствол и листья, да, травы, успокаивает и расслабляет человека. Это принцип. Допустим, если вам нужно расслабление, вы устали на работе, то ствол и листья растения снимают это напряжение. Какое растение, какое вам подойдет, какое нравится? Напряжение снимается вот этим продуктом. Понимаете, все чаи, это листья, вот и стебли растений, травы, травный чай, да. Потому что есть еще другие чаи, есть еще чаи, связанные со специями. И специи, это сладкие специи, кардамон, фенкель, анис. Еще из острых специй чай не делают, это уже суп получается, понимаете, да. Вот, то есть сладкие специи, с ними чаи пьют. Это чаи, предназначенные для тонизации организма, для того, чтобы быть бодрыми. Это утренние чаи, вечерние чаи, это просто травы, там, допустим, ромашка, допустим, мята, цветки, цветки тоже, цветки, они, это тоже успокаивающий чай. Цветки, допустим, тысячелистника, там, цветки бессмертника, это день и вечер, день и вечер. Но цветки, они уже на гормональные функции влияют, они такие не просто успокаивают, а еще дают счастье. Такое счастье плюс успокоение. Цветочный чай, да, цветки из цветков. А листья стеблей просто расслабляют. Это трава, травный чай. Почему нет ничего, кроме растения чая? Я сейчас объясню. Потому что это растение, чай, оно дает человеку ощущение счастья. Вот человек выпивает чай, ему хорошо становится. И вместе с этим ощущением счастья, также человек связывается с одной штучкой, которая называется веселящий дух. Вино, кофе, чай, наркотики. А именно, а именно, вот эти вот конопля, да, листья конопли, потом в этом, в маке вот эти чашечки. Это все связано с веселящими духами. Когда человек начинает это употреблять, пить, у него других трав уже нет в жизни. А что тогда пить? Ну, если чай, нельзя, значит, тогда кофе. Вот в какао нет, в какао нет кофеина. Можно, в кофе нельзя. А? Что-то там тоже попахивает, я пробовал. Что-то такое, знаете, веселящее и есть такое. Когда жить скучно, можно попить. А? Я не знаю, как отвязаться. Нужно радоваться молитве. Понимаете, более высокий вкус всегда убирает более низкий. Никогда не отвязывайтесь, нельзя не привязываться, не отвязываться. Если вы сидите на чае, на кофе, на вине, на наркотиках, не отвязывайтесь, не привязывайтесь. Правило номер один. Просто старайтесь думать о чем-то другом. Хочется? Пейте чай. Но думайте о чем-то другом. Пытайтесь думать, найти более высокий вкус, счастье. Молитва, спорт, любимое дело. Занимайтесь тем, что вам радует, что дает вам счастье в жизни. Если вы этим занимаетесь, количество веселящего духа в вашей жизни уменьшается. Все. По принципу совместимости с человеком, способности человеку переваривать эту пищу. Белки, жиры, углеводы — это теория глупая. Она правильна, но она глупая. Она правильная с точки зрения тех людей, которые мир воспринимают как комбинацию химических элементов. Потому что сама природа пищи копирует эту идею. Не надо об этом думать в белках, жирах, углеводах. Например, листья. Листья просто. Листья. Вот вы, допустим, берете. Есть листья, можно кушать как салат. Можно их тушить и делать. Тушеные листья такие блюда есть. Все листья, они балансируют организм. Они делают баланс, создают баланс в организме. Понятно? Это самая здоровая пища. Если вы едите листья, то вы здоровый человек. И вам не надо думать, сколько там белков, жиров и углеводов. Это бессмысленно. Потому что с точки зрения энергетики надо воспринимать этот мир для здоровья, а не с точки зрения того, что там в них находится. Если там что-то не то находится, вы кушать это не сможете. Вам не понравится. Поэтому это не обсуждается. А если вы через силу кушаете, значит вы сумасшедшие. Подтверждение. Мы не будем сейчас частности разбирать. У нас на сайте бесплатная консультация. Вам расскажут. Я вам говорю в общих чертах, что такое здоровье. Зеленая пища – это пища основная для того, чтобы быть здоровым. Потому что именно эта пища и дает возможность сделать баланс. Поэтому я сейчас вам скажу, сделаю заявление. Это еще одно сумасшедшее заявление, которое будут критиковать, несомненно, на разных околорелигиозных сайтов, объясняя, какой я негодяй и мошенник. Я все равно это буду говорить, потому что я хочу, чтобы люди были здоровыми и счастливыми. Есть растения, которые по праву надо называть, ну как бы, достоянием нашего народа. Эти растения, они, к сожалению, не узнаны, нами не узнаны. Но они растут в каждом дворе. Такие растения являются уникальным источником здоровья для человека. Их называют амарант и лебеда. Эти растения надо выращивать прямо на подоконнике. Лучше всего, наверное, амарант, он лучше растет. Вот что это такое? Это сорняк, который вы видите каждый день на улице. Вот. Он имеет такую метелку вверх и пару метелок по бокам, когда вырастает. Вспомнили? Такие лопухи листья по бокам. Вот они идут, лопухи листья, потом метелка вверх такая, пушистая такая, и пару метелок по бокам. Найдите в интернет слово амарант. Увидите в основном культурные сорта. Что с этой штукой делать? Вот когда эта штука вырастает, у вас на подоконнике, на подоконник надо занимать зеленью, потому что это дорого же стоит. Представляете, если вы будете эту тушеную зелень из шпината делать, у вас будут очень веселые расходы на питание. Потому что это большой же объем, понимаете, это надо кушать, он не уваривается каждый день, это там немыслимые деньги на шпинат будут уходить. Что такое амарант? Вы сажаете эти мелкие семена, они недорогие, можно найти без проблем. Он вырастает примерно вот до таких размеров, вот так. Вы берете его, просто срезаете и на сковородку. Заливаете водой, тушите, вот так вкусно, вот так вот, прямо вкус, супер. Можно просто эти листья, вот эти со мягкими стеблями, пока мягкие стебели, его надо вот так срезать. Можете просто в блендер и делать сок зеленый пить. Вот если вы эту пищу будете кушать, половина проблем со здоровьем решено. Потому что именно зелень, зеленая пища для человека очень полезна. Это можно в салат добавлять этот амарант, просто как зелень. Это, ну, примерно то же самое, что лиц салата, примерно то же самое, что и лиц шпината, но дешевле. Понимаете, то есть вам вы больше в течение дня можете это кушать, потому что это растет очень быстро. Оно не требует какого-то ухода специального, понимаете, просто вот он. Вот если вы, вот допустим, вот на такую кучу насыпите очень много семян, они все взойдут. И там будет просто полотно такое зеленое, вы будете состригать и кушаете все. И они растут больше, больше. Вот, то есть такое амара, то есть слово амарант переводится а, означает нет. Это санскритское слово, чтобы вы знали. А означает нет, приставка, мара означает смерть. Амарант означает ведущий к бессмертию. Представляете? И у нас на каждом шагу растет хорошая штука. Я вам говорю, я проверял. Я два года питаюсь этой зеленью дома. Я когда приезжаю домой, у меня, что я делаю? Я выращиваю себя в огороде, эту штуку, она у меня растет. Сначала у меня соседи думали, что это наркотики. Я ему объяснил. Мы думали, что конопля, она тоже большая такая просто. Думали, что я наркоман. Я тем более улыбаюсь, всегда хожу такой счастливый. Думаю, вот этот парень. Вот, я ему объяснил, что я кандидат медицинских наук. Я как бы следую здоровью, как правильно питаться здоровью. И поэтому зелень эту ем. Они говорят, ааа, теперь понятно. Теперь называют меня профессором. То наркоманом называли. Все очень просто. Я выращиваю эту зелень, срезаю ее, варю. Она уваривается. И я ее пакую в пластиковую посуду и в морозильную камеру. Потом она размораживается. И такая же по вкусу, как свежая. Я всю зиму, там осень, весну, у меня вместо тушеных овощей всегда вот эта зелень. Зелень, особенно когда человек ведет тяжелый образ жизни, у него много поездок там. Это самый лучший способ поддерживать баланс в организме. Пища очень легкая для тяжелобольных, для людей, которым плохое пищеварение, аллергические заболевания, астма, кожные заболевания. Одну зелень вообще ешьте, вот одну зелень. Астма, кожные заболевания, аллергия, до свидания. Просто надо распределять. Половина сырой зелени, это может быть просто огурцы, вместе с петрушкой, укроп. Обязательно добавляйте к этому всему сметану. Молочная пища тоже очень помогает здоровью. Не просто амарант, а вместе со сливочным маслом или сметану туда налили, там пожарили. И вот такая штука получается. Очень вкусная, полезная и дешевая, бесплатная. А специи можно? Специи можно понемножку, да. Лебеда? Лебеда тоже самое, да. А она сырая? Сокая горькая, я говорю, тушеная надо есть, тушеная. А амарант даже сырой, он тоже чуть-чуть горчит, но не сильно совсем. То есть сок амарантовый, кто пьет сок амарантовый, поднимите? Кто пробовал? Горький нет. Нормальный и сильный горький. Лебеду как сок не пьют, но ее вот так пожарят, шпинат один в один. Вы от шпината не отличите, когда ее потушите. Вот один в один шпинат тушеный. А все остальное это уже, как бы знаете, на любителя. Вот я вам сказал две вещи, которые всем понравятся, они простые, это как хлеб. Знаете, вот хлеб, всем нравится хлеб. Но можно там что-то еще придумать такое есть. Но это же уже не классика, понимаете? Это не то, что будет всем вкусно. И щавель можно затушить там, и еще что-то. Много-много таких растений с голоду не помрем точно. Вот эти растения, вот эти зелень тушеная, это очень белковая, хорошая пища, дающая здоровье. И витаминов там немереное всего. Можно, знаете, еще что делать? Вы просто берите пшеничные семена, просеивайте также на подоконнике. Они быстро вырастают вот до таких размеров. Вот примерно вот такая пшеница вырастает. Пока она очень зеленые, вот эти вот листики пшеницы, еще стебель не пошел. Просто два-три зеленых листика там, да, вышло. Срезайте, и в блендере прямо получается такой сок зеленый. Он сладкий вкус имеет и очень полезный для здоровья. Вот это как раз очищение организма. Если амарант, он нужен для того, чтобы просто жить, каждый день кушать, то пшеница, вот эти пшеничные ростки пить, это нужно с утра, можно попить вот один раз стаканчик для того, чтобы все выходило лишнее. Понимаете, вот это классная вещь для прочения кишечника там, всего прочего. Давайте я вам сейчас про пищу немножко расскажу дальше, да. Я про зелень, я немножко как бы, у меня несбалансированная лекция. Так, утрав, листья, стебли, это успокаивает, да. И мы сказали, так же вот эту вот зелень свежую мы жарим, это баланс в организме дает. Если уж говорить об очищении организма, таком тотальном очищении организма, я вам предлагаю есть только одну сырую пищу в течение нескольких месяцев в летнее время. Зимой опасно, можно получить полиартрит, там остеохондроз, напряжение нервной системы сильное. Зимнее время не для сыроедения. Сыроедение это не диета на всю жизнь, чтобы вы знали. Люди почему бросаются в сыроедение, потому что истосковался организм. Я знаю много таких людей, они заканчивают это все примерно через полтора года. Это максимум, что можно сделать для себя. Дальше идет перенапряжение психики. Сырая пища может сильно напрягать психику, поэтому лучше всего ее есть только в летнее время. И хорошо на солнце, если вы поехали куда-нибудь отдыхать, там в солнечные страны, чтобы там не было инфекций никаких. Знаете, почему у человека там кишечные инфекции возникают? От несварения просто. Во-первых, там очень острая пища местная. Если это с чили с этим есть, то это сразу точно, кишечник там весь обжигается, и потом туда бактерии садятся, начинается дизентерия. Классика жанра, причина инфекции всех этих пищевых в жарких странах. Две причины. Перегрев на солнце первая. И вторая, острая пища, перегрев изнутри. Самое лучшее, просто там одну сырую пищу есть, вот одну зелень покупать и есть, и все. И вы будете очищать организм, солнце помогает, вода помогает. Вы не будете чувствовать ни голода, ни того, что вам что-то там не хватает. У вас все будет прекрасно. Просто на зелени пожить неделю, две, три. А если хотите серьезно очищать тонкое тело, потому что это сырая пища, так же как голод, или статические упражнения, или деревья, которым надо прислоняться, они очищают уже глубоко тонкое тело и продлевают жизнь. Потому что хронические болезни лечатся таким образом. Понимаете? Сырая пища длительное время, в течение шести месяцев, очищает тонкое тело и избавляет человека от хронических заболеваний. Какую пищу есть, какая нравится. Та, что нравится и будет вас лечить. Это то, что вам надо. Не думайте, что надо наоборот есть то, что не нравится. Но вы ешьте то, что нравится. Теперь, когда нельзя есть сырую пищу? Если вы очень напряжены, раз. Если у вас больные суставы, два. Если у вас повышенное давление, три. Если вы плохо спите по ночам, четыре. От холода и от напряжения. Если сильно мерзете зимой, пять. Это значит опасно вообще сыроедить. А если вам очень жарко постоянно, если вы не можете спать даже зимой, жарко ночью. Если у вас постоянно воспалительные процессы. Если вы очень нервный, раздражительно гневливый. Это значит, что вам точно надо как минимум половина рациона сырой пищи есть. Я всем в Москве рекомендую не меньше половины сырой пищи есть в рационе. Не меньше. Потому что в Москве не хватает праны. Что такое прана? Прана это энергия деревьев, ветра, воды, растений. Это энергия, которая дает человеку возможность легко дышать. Вот так. Ой, мне хорошо, круто. Понимаете, это то, чем в организме живет организм. Это та энергия, которая дает нам здоровье. И в Москве ее почти нет, потому что дома ее не дают. И асфальт. Для того, чтобы прана была в организме, есть два способа. Или внешняя энергия дает прану, или внутренняя. Поэтому в Москве половина пищи сырая, салаты. Кому-то нравятся салаты с маслом, а кому-то со сметаной. Выберите, что вам больше нравится. Сначала надо кушать салат русскому человеку здесь, потому что в Индии там другое расписание питания. Сначала салат, потом идет горячая пища. Можно супом закусывать, можно в конце. Если у вас сильно пищеварение, суп в конце. Если слабый, суп в начале. Но мы начинаем с салата, потом суп там, блюда различные горячие. И заканчиваем чуть сладеньким. Можно начинать тоже сладкий чуть напиток попить. И потом салат. Можно так начинать тоже. Я вам говорю про обед. Обеденное питание. Потому что вечером лучше монопитание. Какое-то потушили кабачки и поели. Чем меньше разнообразие продуктов, тем лучше вечером все переваривается. Итак, корни нужны. Любые корнеплоды нужны для того, чтобы побеждать судьбу. А это лечебная пища. То есть они рассасывают. Они увеличивают иммунитет. Они у мужчин уменьшают бесплодие. У женщин. Женщинам дают жизненную силу, защиту организма. Но расшатывают психику. Они не балансируют. Они тонизируют. Поэтому корни можно есть только в первых половине дня. В обед лучше всего. Вечером мы корнеплоды не едим. Потому что ночь будет бессонная, активная. Самый лучший корнеплод для того, чтобы сделать мужчину многодетным. Ну то есть мужское бесплодие лечит корень женщины. Причем не в таблетках, а просто найдите корни. Заваривайте и пейте. Лучше всего в первых половине дня. Если чувствуете у мужчины как бы мужское бесплодие, вот лечить просто движение плюс корень женщины. Все. Все лечение мужского бесплодия. Зарядки, движение плюс корень женщины. Все. Если у вас, допустим, у мужчин слабость половая, то есть семя быстро теряет, значит там перегрев организма в этой зоне происходит. Нужно, значит, больше сырой пищи. Нужно сырые корнеплоды есть. И закаливание холодной водой у вас очищает организм от перегрева. Радиола розовая – это женское бесплодие. Этот корень улучшает женские гормоны. Они не сравниваются. Это разные вещи. В мужской бесплодии только жиджение. Знаете, есть еще продукты, которые лечат и женское, и мужское бесплодие. Но это продукты для лечения, а не для жизни. Потому что они портят характер. И если их постоянно употреблять, то они точно испортят характер. Это хрен, лук и чеснок. Не все, знаете, в Индию приезжаешь, там все лопают этот лук, чеснок, негде поесть. Они запрещены в определенных традициях духовных. Я изучал эту тему. Авиценна, он открыл эти продукты для лечения слабости половых функций и так далее. Но люди поняли, что надо этого много. Лук улучшает гормональные функции у женщин при бесплодии. Можно луком лечиться. У мужчин чеснок, хрен, мужское уже бесплодие. Вообще эти продукты опасны для человека в большом количестве, потому что они, понимаете, есть продукты благостные, есть страстные, есть невежественные. Благостные продукты нужны для медитации, для молитвы, успокоения души. Это фрукты. Фрукты — это и молоко, и мед. Вот это благостные продукты. Остальные продукты — это те, которые нужны для деятельности. Это овощи, корнеплоды, зерно. Особый продукт тоже об этом поговорю. Это все, что нужно для жизни, для деятельности. Есть особые продукты, которые имеют агрессивную природу сами по себе. Вот смотрите, допустим, взять, посадить лук. На него даже насекомые-то не садятся, боятся. Луком берут луковую, луковицу. Много используют лука, чеснока и крена для того, чтобы уничтожать всяких насекомых в огороде. Знакомая, да, тема? Или незнакомая? Вот четыре продукта. Это жгучий перец, лук, чеснок и хрен. Эти продукты. Больше ничего не надо, чтобы все насекомые погибли в огороде. Разные комбинации их друг с другом. Их до свидания, насекомые. Почему? Потому что это агрессивные продукты. Они имеют очень тяжелый характер. Даже насекомые не справляются. Не то, что человек. Это страшный продукт. Перец в чили это страшный продукт. Его точно не стоит есть. Точно. Даже индусы, многие, отказываются сейчас. Потому что там, понимаете, чем южнее человек живет, тем больше острого вкуса нужно внутрь вводить, чтобы быть здоровым. Я, допустим, из Москвы переехал в Краснодарский край. Я начал, ну, не жгучий перец. А знаете, есть такой перец длинный. Он такой, ну, он такой полуострый. Я начал его добавлять в пищу понемножку. Почему? Потому что вот не хватает острого вкуса. Южнее. А севернее вообще не нужен острый пуст людям. Вообще не нужен. Вот. Если уж говорить о чили, то это настолько острый перец, что его вообще нельзя есть даже индусам. Там очень много сахарного диабета в Индии сейчас и расстройств кишечника. Это из-за чили. Сто процентов. И все врачи, когда видят сахарный диабет, до свидания, чили, нарушение кишечника, работают, до свидания, чили. А нам вообще это до свидания, чили, сто процентов. Это ни в коем случае нельзя. И красный перец, даже вот этот мелкий, нам нельзя есть. Это вредный продукт для здоровья. А также жареные помидоры. Томатная паста до свидания. Есть нельзя. Это вредный для здоровья продукт. Жареные помидоры тоже. Помидоры только свежие в салате. Они дают очень едкость большую. Это разъедает желудок, кишечник. Едкость, едкая штука получается, понимаете? Не для здоровья. Это уже продукт. Горчица. Горчица, все нормально. Вот смотрите, то же самое. Что делает чеснок? Чеснок активизирует семя. Активность семя повышает. Если мужчина постоянно ест, то у него оно постоянно активизируется, сокращает продолжительность жизни, увеличивает гневливость в психике. Это не надо есть постоянно. Вот хоть ты решил ребенка зачать, ну поешь. Лучше женьшень попить. Он не вызывает нарушения вот этого характера. Чеснок вызывает наглость. Лук похоть увеличивает. А хрен? Даже не надо объяснять, это так понятно. Ну то есть человек становится похабным. Продукт такой он, как бы невежественные продукты. Знаете, есть продукты, которые энергию опускают вниз и человека делают похожим на животное. Вот эти три продукта так действуют. А есть, которые опускают вниз и не делают человека таким. Это асофетида, допустим. Это специя, это смола определенного дерева. Она тоже энергию вниз опускает. И она хороша женщинам для гормональных функций, улучшения здоровья женского. Она успокаивает мужчин так же. Энергию вниз опускает, успокаивается человек. Но при этом не увеличивается похоть там и все прочее. Вы понимаете, то есть вот эти продукты три, они опасны для здоровья, если их постоянно употреблять. Имбирь, наоборот, энергию вверх поднимает. Имбирь, корица, это опасные специи для вечера. Их можно есть только утром и днем. Корицу, имбирь нельзя гипертоникам совсем. Я не буду вам про все продукты говорить. Это у нас лекция затянется. Я не хочу сейчас погружаться. У меня есть лекция на фестивале «Благость». Я лекции читаю по продуктам. Куча лекций, все бесплатные скачивания. Если вам хочется по продуктам, вот там куча таких лекций. Слушайте по этим продуктам. Я хочу вам общие вещи сказать. Это важнее, понимаете? Я хочу важные общие вещи вам сейчас сказать, которые вам сильно помогут для здоровья. Понимаете? Будем этим заниматься? Давайте тогда будем говорить о группах продуктов. Вот смотрите, фрукты повышают оптимизм. Они нужны, если ты в депрессии находишься, радости в жизни нет, особенно девушкам. Утреннее время фрукты помогают быть оптимистичными. Выбейте те фрукты, которые вам нравятся, и они будут давать вам оптимизм. Каждый день кушайте. Пост на ягодах улучшает обмен веществ. Выберите те ягоды, которые вам нравятся, и они будут вам улучшать обмен веществ. Пост раз в неделю. Сочетать с купанием и солнцем. Пост на ягодах сочетается хорошо с купанием и солнцем, а также пост на арбузах или на дынях. Не и, и, а или. Нельзя одновременно пост делать и на арбузах и дынях. Будет весело, да. Вот. Значит, арбузы и дыни, водный баланс в организме настраивают, водный баланс. У человека теки, допустим, у него в целом дряблое тело. То есть нет, в теле нет как бы такого, как бы, оно такое. Да, это значит, водный баланс нарушен. Арбузы, дыни, пост. Рост тела становится таким крепеньким, то есть дряблость проходит, из тела уходит. Пост, арбузы, дыни, да. Лучше летом. Потому что эти сильно охлаждающие продукты опасны для здоровья. Дальше. Зерно. Любое зерно. Что такое зерно? Это колоссиями, когда растет, да? Поняли? Гречка не зерно. Там нет колоссий. Кукуруза. Есть колоссия? Есть, вот у них колоссия, растут. Кукуруза, зерно. Есть еще бобовые. Бобовые, это вот эти вот стручки. Вот смотрите, зерно, что это такое? Это продукт, улучшающий умственную работу. Вот когда человек умственно тяжело трудится, у него много энергии ума расходуется. Ему нужно зерно. Самыми лучшими продуктами, которые улучшают активность ума, является рис и пшеница. Или пшеница и рис, лучше сказать для нас. Потому что рис лучше подходит тем, кто живет в жарких странах. А пшеница, те, кто в холодных. Понятно? Это два продукта, сильно улучшающие умственную деятельность. Но и кушать их лучше всего, когда солнце высоко. Вот смотрите, закон очень простой. Какой продукт на солнце созревает, такой под солнцем и надо есть. Вот если, допустим, пшеница вызревает только при ярком солнце, и только в солнечный день. Это значит, что с 11 до 3 дня, позже и раньше есть пшеницу не надо, очень сильно затрудняется пищеварение, и от этого болезни развиваются. Днем покушали хлебушка, вечером не надо. Это не вечерняя пища, я вам точно говорю. Все вот эти болезни, связанные с неправильным питанием, они от того, что хлеб едят люди на ночь. Я не слышу, нужен микрофон. Чтобы поправиться, что кушать? Вам конкретно, да? Я вам, чтобы поправиться, советую пищу переносить в первую половину дня и больше заниматься, двигаться, активное движение. И вы поправитесь. Двигаться и кушать хорошо в первую половину дня. Знаете, я вот в таких случаях говорю, если у меня геморрой и у вас, нам так будет приятно об этом поговорить. Но все остальные будут скучать. А у нас лекция общая, поэтому мы говорим общие вещи. Итак, двигаемся вперед. Овощи над землей. Эти продукты, они имеют успокаивающее значение для ума. Они предназначены для тех, кто очень возбужден. Они успокаивают человека, психику, расслабляют. Когда человек очень тонус сильный, напряженный тонус, они снимают этот тонус. Они хороши женщинам для гормональных функций, способствуют лечению женского бесплодия. Над землей овощи. Кабачки, баклажаны, капуста, все, что над землей. А корнеплоды, то, что под землей, они наоборот тонизируют, увеличивают иммунитет и хороши для улучшения пищеварения и для мужского бесплодия уже. Все цветки – это лечение гормональных функций. Вот цветковые специи, допустим, берем, какие у нас есть там… Шафран там, допустим, и так далее. Ну, это все улучшение гормональных функций. Если гормональные функции страдают, то цветковые специи, тычинки всякие, это гвоздика, вот, допустим, такая-такая специя. Вот специи плодовые, они очень сильно улучшают пищеварение и тонизируют человека. Это черный перец, белый перец там и так далее. Горчица та же самая. Если говорить о улучшении иммунитета и лечении вирусных инфекций, допустим, то я вам рекомендую три специи – горчица, черный, белый перец. Все, вот их надо кушать для того, чтобы не болеть гриппом. Они убивают вирусы, эти специи. Какие виды продуктов мы забыли? Зелень, я сказал, листья, то есть. Бобовые. Бобовые предназначены для тяжелого физического труда. Если человек физически трудится, бревна таскает, ему надо больше фасоли есть, бобовой пищи. Часто люди мясо путают с бобовыми. Они думают, что мясо нужно для тяжелого физического труда. Мясо – это трудноперевариваемая пища. Грибы, грибы. Это больная тема. Они вкусные и вредные. Вредные, мои хорошие, вредные. У меня есть одна знакомая. Она работает в Санкт-Педенстанции Краснодарского края. Она говорит статистику. Каждый год умирают целыми семьями люди от нормальных грибов. Маслят собрали, поели и все померли до одного. Причина заключается в две причины. Первая – это от неправильной солнечной активности. Они становятся ядовитыми. А вторая – если кто-нибудь помер, какое-нибудь животное пробегало мимо и померло по дороге. Оно там гнить начинает, а грибы всю эту гниль в себя всасывают. И они становятся ядовитыми. То есть грибы не могут быть полезной пищей. Потому что они – это условно-патогенные. То есть это полуядовитый продукт, понимаете? Ну то есть это спорт лото – кушать эти грибы. Почему в нем у них бутулизм развивается и все прочее? Потому что это опасная пища для здоровья. Семечки – суперная пища. Орехи, да, сейчас расскажу. Семечки, орехи – хорошо. Это все один и тот же вид продуктов. Этот продукт предназначен для укрепления. Ну как бы этот продукт, он дает стабильный тонус психический, дающий возможность человеку много трудиться, долго-долго, не уставая. Хоть психически, хоть физически. Но орехи, как ни странно, это продукт, который люди не знают, как кушать. Есть несколько видов продуктов, которые люди не знают, как кушать, поэтому не используют. Таким продуктом является цветочная пыльца. Знаете, что это один из самых полезных продуктов на Земле? Цветочная пыльца – вот это то, что от пчел, да, такой. Ну, продают пирга вот это. Люди не знают, что с ней делать. Ее надо добавлять в суп. В суп. Это острое блюдо. Хоть оно кажется сладким, это острое блюдо. Ее добавляется в суп. Я всегда, когда суп ем, сыплю туда их и ем. Точно так же орехи. Их надо добавлять или в крупы, варить крупы с орехами, или в суп бросать прямо и варить супом. Это или просто бросать свежими в суп. Это продукт, который с солеными блюдами надо есть. И тогда он будет усваиваться хорошо, и можно много есть, и полезно. Дети едят орехи и так, без всего. Потому что они нужны детям также. Вот знаете, детское, теперь детское питание. Слушайте, все очень просто. Сладкий вкус, мучное, орехи и молоко. Все, больше детям ничего не надо. Плюс из фруктов бананы, финики, кашу на ночь детям можно все. До 7 лет человек на лунном цикле находится. И поэтому и женщина, кормящая ребенок, им не надо думать о режиме питания, режиме сна. Они кушают, когда хотят, и спят, когда хотят. Кормящая женщина, ребенок до 7 лет. Потом человек переходит на солнечный цикл, означает режим дня уже. Только кормящая, да? Только кормящая и беременная женщина еще. Беременная тоже. Она кушает, когда хочет. Такие правила. Я в следующую лекцию только про Киви буду рассказывать. А сегодня я в целом хочу рассказать закономерности, понимаете? Вы никак не можете меня понять. Мы с вами сегодня друг друга не понимаем. Кто что любит, тот и спрашивает. Есть, кстати, продукты особые. Есть две планеты, Венера и Меркурий. Эти две планеты отвечают за здоровье в нашем организме. Если говорить о Меркурии, то это вся зелень. Я поэтому говорю, как можно больше зелени в Москве особенно. И вы будете здоровее точно. Это гарантия. Вот это гарантия, я вам точно говорю. Есть еще несколько продуктов, которые дают здоровье. Это важная вещь, это надо знать. Это связано с Венерой. Это авокадо. Его надо есть больше. Потому что он дает, этот продукт дает как бы баланс в организме. Только Меркурианские, они как бы соединяют все в организме, делают такой как бы монолит. Организм становится крепким. А Венера, а это легкая пища, она хорошо усваивается. То есть вот это авокадо, кунжут. Надо добавлять семена кунжута везде, где хотите, во все блюда. Они улучшают пищеварение и в организме усвоимость пищи улучшают. То есть качество пищеварения возрастает от венерианских продуктов. Кокос таким же свойством обладает. Тоже это с Венерой связано. С Венерой связано местное, местное, местное. Кукуруза. Кукуруза. Что? Она растет у нас. Ну предложите. Хорошо, давайте поехали. Сливы улучшают мозговое кровообращение. Предназначена пища для того, чтобы сбалансировать организм. То есть слива нужна. Это можно очищаться на фруктах. Очищение организма на фруктах. И есть разные виды фруктов. Например, яблоки, они просто дают оптимизм. А вот слива – это особый продукт, который связан с кровообращением. Если у человека страдает кровообращение, можно на сливе кушать. Да, и вам тоже. На сливе просто сливовая диета, свежая слива. И у человека восстанавливается кровообращение. Пост на сливе восстанавливает кровообращение. Груши – это тонизирующая пища. Они дают тонус. То есть они увеличивают иммунитет и тонизируют человека. Груши. Еще что вас волнует? Какие? Вишня улучшает кровообращение. Дает человеку оптимизм. То есть это тонизирующий тоже такой же продукт. Улучшает также функции крови. То есть вишня хорошо для того, чтобы анемию лечить. То есть это продукт, который вообще кровообращение на глубоком уровне восстанавливает. Также и зарождение клеток крови. То есть это вишня такой вот продукт. Ну и депрессию хорошо лечит. Рябина. Рябина – это одна из самых лучших ягод для улучшения иммунитета. Рябина – очень крутой продукт. То есть если добавлять, допустим, чай по 5-4-5 ягодок рябины, то человек становится очень устойчивым к вирусным инфекциям. И вообще к инфекциям любым. Красная. А черная рябина влияет на сосуды. Она снижает давление и восстанавливает баланс мозгового кровообращения. Знаете, если у человека начинается… Вот я сейчас вам дам несколько моментов, которые как скорую помощь будут вам делать. Из местных продуктов скорой помощи. Послушайте меня. Это очень важно, то, что я сейчас буду говорить. Если вам человек говорит, какой-то человек говорит, сердце болит вот здесь. Или поджелудочная железа, или почки. Берите овес, можно геркулес, можно свежий овес. И привязывайте в платочки по столовой ложке вот так, на все 4 колеса. Вот прямо на эти зоны. В течение 5 минут боль пройдет. То есть это убирает спазмы из почек, поджелудочной железы. У меня у одной родственницы начался диабет сахарный. Она носила 2 недели овес, и диабет не начался. Она не заболела этой болезнью. Вот запястья и лодыжки. 12 часов можно что-то привязывать из продуктов, и потом менять на свежие. 12 часов работает. Диабет означает много жара в организме. Нужно есть только сырую пищу, или как можно больше сырой пищи. Это облегчает жизни. Но если вы на инсулин влезли, то я не знаю, что с этим делать. Потому что это уничтожает функцию саму в организме. Поэтому если человек до инсулина, он может вылечить на сырой пище, живя. На зеленой лучше всего. Одну зелень есть, можно вылечить диабет. Но можно поддерживать здоровье, по крайней мере. Можно поддерживать. Инсулин бросать нельзя. Вот с овесом, с овсом запомнили. Налушение мозгового кровообращения – это слива и чернослив. Вот если, допустим, у человека мозговое кровообращение страдает, надо привязать, опять же, на все четыре конечности, чернослив по одной черносливе или по одной сливе сушеной или свежей. И сразу мозговое кровообращение восстанавливается. Мигрение. Мигрение – это спазмы сосудов мозга или напряжение сильное мозга. То есть есть два типа мигрения. Одни от спазмов возникают, другие от напряжения. Чтобы напряжение снять, нужно делать статические упражнения, особенно по заберезке. Не во время мигрения, а вообще в течение жизни. Вот делать каждый день где-то 15 минут вот так вот стоять ногами кверху. И там постепенно тонус убирается лишний, и головные боли проходят. Поняли, да, что это за упражнение? Ноги кверху и вот так стоим. Потом надо сделать замок. Что это значит? Вот я вот так вот стоял, теперь вот так немножко стоя вот так постоять. Немножко там, допустим, минутку. Чтобы баланс в организме восстановился. Вот, а если это спазматические мигрени, то можно в рот класть асофетиду, сосать. Специя такая индийская, можете купить. Дальше класть на голову лист капусты или несколько листов капусты свежих. Они убирают спазмы. Асофетиды убирают спазмы. Дальше спазмы убирает контрастный душ. Контрастный душ может убрать спазмы в голове. Чем отличаются одни от других спазмы? Это резкие головы, но более неожиданные. С тошнотой там, с рвотой. А тонус повышенный, они постепенно нарастают и долго мучают. То есть, если постепенно, то березка. Низкое давление корица по утрам, фрукты по утрам. Сухофрукты, мед. Утренняя пища повышает давление. Утренняя сладкая пища повышает давление. Тонус дает органитонизир. И движение. В основном у женщин низкое давление. Знаете, из-за чего? Из-за того, что вы женщины. Вы же расслабленные существа. Поэтому давление, соответственно, склонно быть низким. Поэтому надо себя заставлять немножко двигаться. Лучше всего с мужем. Потому что женщине самой очень тяжело. А если с мужем, то тогда проще. Утром. Утром. Лучше всего зарядки, все движение с утра. Лучше всего утром. А враченое без ручки при том, что врачи не падают? Близорукость означает, что мышечная ткань внутри мозга напряжена. Это от мышц глазных идет. Знаете, если касается лечения, давайте не будем вопросы. Просто обращайтесь у нас на бесплатную консультацию по конкретным болезням. Будем или советы давать, или лечить. Давайте мы сейчас общую тему. Мы разбираем общую. Как быть здоровым. Наша цель – быть здоровым. А духовный аспект болезни я разбираю на других лекциях. Их 90% у меня. По здоровью очень мало. А можно подробнее о таком? Что мы будем делать? О чем? О таком? Что? Нет, нельзя. А может, не может вам лучше болеть твоей лекции? Про посты. Двигаемся по постам. Пост на фруктах лечит от депрессии. Фрукты для поста выбираем. Яблоки, груши, сливы. Апельсины, мандарины не выбираем. Это опасно. Потому что они разжигают огонь в организме. Могут быть воспалительными процессами. Пост на ягодах. Ягоды, которые растут на деревьях, предназначены для улучшения кровообращения, улучшения обмена веществ, улучшения активности в жизни, работоспособности, тонуса. И в целом, как бы для того, чтобы быть активным. Для активности. А ягоды, которые растут на земле, предназначены для похудания, улучшения обмена веществ, восстановления гормональных функций. И в целом, для того, чтобы наладить в организме вот лишние вещества убрать. Так они выводят все ненужное из организма. Особо хочу подчеркнуть пост на свекле, смешанной с морковью. Этот пост предназначен для того, чтобы выгонять жир. То есть, он увеличивает по обмену веществ. Эти два продукта в соединении, в комбинации. У всех разная комбинация. Это сырые продукты должны быть. То есть, вы сырые. Лучше всего соки, потому что иначе очень трудно это все. И лучше разбавлять водой. Лучше в виде соков разбавлять водой. Смешивать так, чтобы вам было не противно. То есть, пост на моркови плюс свекла очень сильно активизирует обмен веществ. И если уж худеть хотите, то или пятница, или вторник. Два варианта. Раз в неделю. Еще подчеркиваю вам один раз. Пожалуйста, не поститесь по два, по три дня. Это очень опасно для здоровья. Лучше только один день. Сухой пост предназначен только для духовной жизни. Ни в коем случае не делайте его для здоровья. Потому что вы на нем здоровье как раз можете подорвать. Самым главным признаком того, что вам надо срочно остановиться, является желание кушать. Сухие посты могут проводить только те люди, которые погружены в отношения с Богом, и они не хотят кушать во время поста. Когда появляется желание кушать во время сухого поста, это разъедает желудок, кишечник, и начинается вот эти вот срыв, так сказать, адаптация организма происходит. Сухой пост означает, я летаю, радуюсь жизни, молюсь и все, и забываю про все. Сухой пост, пожалуйста, продлевает жизнь. То есть сухой пост дает человеку возможность побеждать, потому что опухоли рассасываются также от сухого поста. Но рассасывать опухоли сухим постом могут только те люди, которые очень сильно думают о Боге. Это рискованный вид поста, лучше всего с водичкой, мягче, спокойнее. Следующий вид поста, пост на проросших зернах, предназначен для сильной повышения жизнеспособности организма. Например, если человек послеоперационный период идет, и он чувствует, он не восстанавливается, нет сил, тогда проросшие зерна лучше их молоть и с водой, с водичкой пить. Или чуть-чуть отваривать, чуть-чуть прямо их, ну, чтобы взбивать их активность. Или сильно перемалывать, как сок, понимаете, их пить с водичкой, чтобы они лучше усваивались. Или добавлять в салаты, допустим. Ну, если уж чисто пост, говорить, одни проросшие зерна, то или в виде сока, или чуть-чуть их подваривать, чуть-чуть, чтобы они послабее действовали. Иначе человеку трудно это переварить. Этот пост тонизирует организм, активизирует, он становится сильным. Вот говорят, у меня слабость, витаминов не хватает. Вот тогда проросшие зерна. Что можно проращивать? Все, вот все семена, которые связаны с нашей жизнью, начиная от зерен и кончая специями, все это можно проращивать. Не бойтесь, смело. Если человек это кушает, это можно проращивать. Не бойтесь. Любой продукт. Все, что является семенем, все это в пророщенном виде, проращивает до двух сантиметров. Вот так вот, в среднем. Максимум. Можно немножко проращивать, это будет больше питательные свойства для поправления. А если больше проращивать зелень, это больше для энергии, для движения. Если вы хотите правиться, тоже хорошо проращивать зерна для поправления. Чуть-чуть проклевывается, чтобы было. Это можно пшеницу чуть-чуть проклевывать и есть больше, и будете поправляться. А для того, чтобы больше сил было, это надо уже до зелени доводить. И тоже на этом пост делать. Понятно системы? Пост на сырых овощах, над землей. Кабачки, тыква, патиссоны. Для женщин, для того, чтобы гормональные функции наладить, лечение бесплодия. Для мужчин, которые чувствуют, что у них очень много огня в организме, организм напряжен и беспокойный, человек очень сильно напряженный, беспокойный, питается только одними кабачками сырыми или полувареными весь день. Кабачки, тыква, патиссоны, вот эти продукты расслабляют человека. Напряжение уходит от этого поста. Пост на корнеплодах взрывает иммунитет. Сюда сельдерей добавляется. Не только похудание, еще и иммунитет сильно поднимается. Если еще петрушки к этому, к свекле и моркови, сельдерей добавить, тогда как бы кастерна, корень, то есть тогда иммунитет сильно повышается. Человек становится сильным для лечения инфекции. Допустим, гриппом заболел, вылиться не могу, там ничего не помогает, значит сырые корни едим. И будет сразу взрыв иммунитета, сила появится в организме. День поел, сырые корни, сила появится. Что мы еще на орехах, когда люди на орехах? Это опасный вид поста, он предназначен для экстремальных условий. Знаете, когда в древней культуре воины сражались, они брали с собой орехи, проросшие зерна, фасоль, пшеницу, проросшие орехи. И они питались вот этой пищей, пока сражались. У них хватало сил на сражение. Ну то есть одни орехи кушать тяжело. Это трудноперевариваемая пища с точки зрения, но она хороша в экстремальных. Вы в город, допустим, идете там в палатки, вот тогда вы орехи берете, проросшие зерна, кушаете, у вас там здоровья хватает идти в горы и сражаться с судьбой. Обжаривать легче усваивается, если в духовке не обжарить, а чуть подсушить, это не называется обжарить. Они должны дымиться, жариться, не должны сушить. Подсушили, они становятся хорошо усвояемыми и для здоровья вот такими. Мускатная ореха расслабляет, успокаивает, снимает напряжение. Если вы съедите два мускатных сразу ореха, то у вас начнется галлюцинация. Поэтому детям давать нельзя, юношам, которые интересуются этими процессами тоже. Так для здоровья хорошая пища. Если в небольших дозах. Картофель, самый популярный овощ. Да, это хороший продукт, картофель. Есть днем, вечером нельзя, утром нельзя. Днем хороший. Сочетать с другими продуктами, переваривать нельзя. Вот это традиционное пюре картофельное, это очень вредная для здоровья пища. Его надо есть в таким полусыром виде. Чуть-чуть сварили, не сильно. Вот это будет супер для здоровья. А если вы из него пюре делаете, до свидания, здоровья. Это 100%. Еще по приготовлению пищи, забыл вам сказать еще вот, то, что нельзя делать точно. Если вы овощи тушите, не должно быть, а из них не должна получаться каша. Овощи полусырыми, надо большими кусками тушить. Понятно, да? Жареной пищи должно быть очень мало в рационе. Жареная пища, она разрушает организм, увеличивает склонность к воспалительным процессам. Самое лучшее питание это тушеные пищи, продукты. Тушеные, тушить. Вот как русская печь, да? Печь продукты, печь. Второй вариант, это на пару. Вот чем отличаются эти варианты? Если человеку очень жарко, ему лучше на пару. А если ему холодно, тогда лучше запекать. То есть запеченная пища увеличивает огонь в организме, а паровая уменьшает. Это два самых лучших способа готовить на пару и запеченная пища. Можно тушить в воде продукты, но если вы жарите в масле, тоже возможно, но немножко. Это в большом количестве печень сильно перегружает поджелудочную железу. Жареная пища в масле. Если у вас больная поджелудочная пища, железа в масле жарить нельзя. А если вы хотите знать, на каком масле можно жарить, только на топленом сливочном масле. Больше никакое масло для жарки вообще не используйте. Это очень опасно для здоровья. Хороший вопрос насчет масла. В обед очень много надо масла употреблять. Прям много, смело. Потому что без масла пища не переварит. Сейчас такая мода пошла, без масла есть. Это опасно для здоровья. Знаете, атеросклероз возникает не от масла в пище. Он развивается от мяса. Понимаете, это атеросклероз, это когда тонкое тело ума застывает. Обмен веществ в результате по многим направлениям начинает разрушаться. А тонкое тело застывает от осквернения. Понимаете, когда человек плохо двигается, мало, тонкое тело застывает. Когда человек увлекается мясной пищей, из-за того, что насилие, вот эта энергия насилия проникает сильно в психику, тоже застывает тонкое тело. Тонкое тело застывает от пищи, которую человек ест, допустим. Он ее не свежую приготавливает, а через много часов ее ест. Много. Когда такой пищи человек ест, тонкое тело тоже начинает застывать, оно как прокисает все равно, понимаете. Это тоже вредная для долголетия, для здоровья пища. Можно там солености добавлять по чуть-чуть пищу, но это не основная пища должна быть. Это очень важно понять. Вот сушеная пища так не действует. Сушеную можно размачивать, есть там она хорошая, здоровая. А вот квашеная пища, опасная для здоровья, ее много есть нельзя. Чуть-чуть можно. Ну прорачивайте на подоконнике, вот свежее едите, ешьте. Что? Один день супер на воде, да, отлично. Да, насчет очищения кишечника, это хорошая вещь. Да, давайте я об этом вам поговорю, немножко вам расскажу в целом, да. Смотрите, очищение организма это хорошо. Да, еще я очень важную вещь вам хочу сказать. Каждый человек должен по утрам, после душа, очень в микродозах смазывать свое тело, все тело полностью с волосами, одно одним из трех видов масла, это продлевает жизнь. Как выбрать свое масло, выберите просто, попробовав. Эти масла никогда не надоедают. Топленое сливочное масло раз, кунжутное масло два, кокосовое масло три. Три варианта тех масел, которым надо смазываться всю жизнь, можно. Улучшение иммунитета, улучшение кожи, улучшение волос, улучшение пищеварения. Все это происходит за счет увеличения продолжительности жизни. Как это делать, сейчас объясню. Вы моетесь, когда под душем, да, вот когда вы уже там помылись, мылом все в конце. Берете несколько капель на сырое тело масло и растираете, оно растекается по всему телу. Потом опять под душ и полотенцем вытираетесь. От тела будет просто пахнуть чуть-чуть, масла не видно будет вообще. Просто запах чуть-чуть остается, все. Вот это то, что нужно человеку снаружи. И маслянистые чуть-чуть волосы. Все эти масла греют. Я изучал 80 видов масел. Все масла, кроме этих трех, причем человеку только одно из этих трех подходит. Я могу протестировать человека и сказать, что ему подходит из этих трех. Вот вам подходит кокосовое. Но всем я сказать не могу. Вы поймите, что вам вот такой баночки хватит на пять месяцев. Там капелька просто нужна, понимаете. Не нужно много. Все масла греют. 80 видов масел изучал. Все греют, перегревают человека. И непереносимы надолго. Они, возможно, лечение маслами таким можно лечиться. Но это очень индивидуально, очень опасно. И лучше не экспериментировать. Эти три масла, они подходят на всю жизнь. И очень дают хороший результат со здоровьем. Потому что они не перегревают. Это охлаждающие масла. Их всего три в природе существует. Топленое, сливочное, кунжутное и кокосовое. Все. Лучше не рискуйте. Только с утра, один раз в день, во время душа. Все. Все остальное может подорвать здоровье. С маслом не экспериментируйте. Это опасная штука. Дальше двигаемся вперед. Смотрите, клизма. Зачем она нужна? Клизма нужна для того, чтобы лечить кишечник. Иногда вот эта вот питательная клизма, то есть вы берете водой, с водой делаете клизму, очищаете кишечник. Это надо делать иногда, когда вы чувствуете, болеть в кишечнике стало. Иногда кишечник засоряется. Клизмы нужны для того, чтобы очистить кишечник. Для того, чтобы лишнего все там оттуда ушло. И как бы организм стал лучше, здоровее от этого. Понимаете? Потому что все, что скапливается в кишечнике, это потом всасывается в кровь. И как бы человек от этого страдает. Следующее. Пиявки. Нужны. Когда человек очень гневливый, у него очень воспаленная психика, такой сильно психует, нервничает. Найдите врача, который лечит пиявками, сами не делайте. И он поставит на ноги лучше всего. На ноги. Сразу психика спокойная. Вот это все проходит. Просто потрясающий результат. Очень хорошее лечение. Это очищение организма. Это очищение организма. Как часто таким людям? Вот вам я бы советовал раз в два месяца. Это не смешно. У нее очень много жара в организме. Давление от этого повышается. Я вам советую это лечение. Но если человек мёрзнет постоянно, ему вообще не надо даже взглядеть на этих пиявок. И с разной конституцией просто у людей. Теперь масляный массаж. Массаж с маслом. Сильно эффективное. Сильное воздействие. Сильно опасное лечение. Нужен только специалист серьёзно делать. Я видел случаи, когда людей чуть ли не убивают масляным массажом. Больше того, бывает так, что масло человеку просто не подходит какое-то. Им его мажут. И тогда можно даже без массажа загнуться. Понимаете? Будьте очень осторожны. Сейчас это популярная такая вещь. Это очень опасная методика. Но она очень сильная. То есть, есть в Индии такие клиники, где очень серьёзно изучают, как это делать. Называется панчакарма. То есть, там масляный массаж сочетается с очистениями клизмы. Всякие слабительные и всё прочее. Это очень сильно очищает организм. Это омолаживает организм. Но надо найти, я даже не могу вам кого-то посоветовать. Боюсь. Методика сильно действующая, но очень эффективная. Самим делать эти вещи нельзя. Это только врач может делать. Теперь мазать маслом какие-то части тела небольшие. Если вы научились понимать, какое из трёх масел вам подходит, оно будет вам помогать также в лечении. Если сустав заболел, мажьте этим маслом, которое вам подходит. А? Как понять? А вы, вот сейчас вам расскажу, как понять. Есть три способа, как понять. Первый способ. Неделю мажетесь и чувствуете, как вы себя чувствуете. Если чувствуете, вам бодрее стало, легче, хорошо, ваше масло. Если жарко стало, душно, не ваше. Второй способ. Понюхайте. Если запах лёгкий, свежий, приятный, прохладный, прохладный от масла, ваше масло. А если тёплый, не ваше. И третий способ. Просто наносите, когда наносите масло, попробуйте просто прочувствовать, вам это нравится или нет. Некоторым просто не нравится, он не хочет это делать, значит не ваше масло. Женщинам часто нравится, не нравится, вот это срабатывает. Такого не может быть. Кто сказал, поднимите руку. Вам подходит кунжутное масло. Я не видел таких людей. Это не такого не бывает. Потому что есть три конституции у людей всего. И как каждая конституция своё масло подходит. А топлёное масло является самым лучшим маслом на земле. Надо взять просто сливочное масло. Большинство сливочных масел сейчас в магазине, это подделка. Это смесь с палевым маслом и с животными маслами. Надо найти натуральное, это у бабушек в деревне. Натуральное сливочное масло. Несколько килограмм крадёте в кастрюлю, включаете слабый огонь. Это всё растапливается, там появляется осадок белый внизу. Его надо использовать в приготовлении риса, там круп различных, каш очень полезно. А сверху янтарная жидкость такая, янтарного цвета. Её надо снять, то есть слить эту жидкость янтарную. Это называется топлёным маслом. Лучше хранить в холодильнике. Оно застывает белого такого, светло-янтарного цвета такого, как светлый белый янтарь, такого цвета оно. Ну, минут 15 всё растает за 15 минут. Пока оно не станет таким янтарным, не надо его до кипячения довозить там. Просто вот сделайте, чтобы оно растаяло и стало янтарным. Чуть-чуть оно такое поварится, чуть-чуть. И разделится. Сверху янтарь, снизу белое. Белое оставляйте там для приготовления. А топлёное масло используйте в лечении, в питании. Днём, лучше всего днём готовить на топлёном масле. Вечером опасно уже для здоровья. Любое масло вечером добавлять. Понемножку можно всё равно по вечерам масло. Что я вам хочу сказать сегодня во время этой тяжёлой лекции по здоровью? Ещё очень важный некоторый момент. Первое. Если вы почувствовали слабость, которая не проходит, у вас снизила работоспособность, кто-то вам сказал, что от вас пахнуть по-другому стало, изменился запах тела, чуть-чуть может измениться. Если вы чувствуете страх какой-то за свою жизнь, вот смотрите, слабость, страх за свою жизнь, и у вас какие-то нехорошие предчувствия есть там и так далее, это, скорее всего, в вашем организме уже появилось чужеродное живое существо в виде доброкачественной опухоли сначала. Пожалуйста, не стесняйтесь современных методов исследования. Не ходите никаким экстрасенсам, не ходите никаким бабкам-гадалкам, просто идите и исследуйте весь ваш организм. Если слабость держится месяца два, и вы уже со сну привязывали, ничего не прошло, это значит, что в организме может быть какая-то опухоль. Её лечить легко в начальном этапе, всегда, очень легко. Понимаете? А потом, когда она запущенная ситуация, очень трудно. Поэтому, вот запомните то, что я вам сказал, страх за свою жизнь плюс слабость – главные критерии, признаки того, что опухоль попала в организм. Большинство людей сейчас погибают от опухоли. Такова жизнь. Причина опухоли – это город. Город. Высокие этажи жизни – мясо, стресс, стресс, гиподинамия, негативное восприятие других людей, нездоровый образ жизни. Карма – вот это и есть карма. Когда человек склонен к стрессу, гиподинамии, много ест мяса, не любит других. Курение тоже способствует сильно злокачественным опухолям. В больших количествах спиртное способствует злокачественному опухолю. Аллергия на цветение. Могу сказать только одно. Это от перегрева организма идет. Сырая пища вылечивает аллергию на цветение. Еще один способ я вам могу предложить – это гранит. Гранит – камень такой красный. Мы нашли, изучили. Вот мы делаем пояс с гранитом человеку. И у него в это время нет реакции. Он носит этот пояс. Нет реакции на амброзию. Вот моя жена проносила месяц, и она нормально себя чувствует. А у нее тоже аллергия. Герпес? Сосна? Сосна, сосна. Повязки с сосной. Бактерии, паразиты. Вот эта теория паразитарная, что все опухоли от паразитов – это бред полный. Не верьте в это. Наоборот, когда каналы забиваются в организме, и туда начинают злокачественные опухоли, туда же садятся и паразиты, потому что там зона хорошая. Поэтому они вместе живут. Но причина этому – старение организма. Вот эта забитость каналов означает старение организма. И профилактика против опухолей и старения организма в целом. Еще раз, пожалуйста, услышьте меня. Движение – раз. Пост – два. Статические упражнения, о которых я долго говорил на прошлой лекции – три. И сильно способствует этому избавлению от мяса. Человек не ест мясо. Продлевается жизнь точно, сто процентов. Тем более современное мясо на этих гормонах, антибиотиках, выращенное. Даже с точки зрения продукта – это уже вредный продукт. То, что с точки зрения чисто судьбы. А зачем? Вы знаете, это все просто из жидки прошлого такое мышление. Сейчас вышла диссертация в Китае, которая – это самое глобальное исследование в мире. Оно показывает, что мясо является главным канцерогеном. Это стопроцентный факт. У меня была передача, несколько было врачей серьезных. Как бы я не знаю, что я там делал, но так или иначе меня тоже пригласили. Там был главный диетолог страны. Несколько диетологов, таких профессоров там. И все согласились, что мясо является главным канцерогеном. Это против атеросклероза передачи. Но мы также говорили о раке. Мясо – главный канцероген. Все знают уже, кроме вот этих терапевтов участковых, которые постоянно всех мучают этой 60 лет назад теорией, о том, что мясо нужно какие-то незаменимые аминокислоты. Это бред полный. Вот сейчас уже точно все знают, что во всех продуктах питания эти аминокислоты, которые есть в мясе, есть. Мы их получаем без мяса, 100%. Эта идея бредовая. Я просто вам официально заявляю, как врач. Пониженный гемоглобин. Не хватает воздуха. Человек просто мало двигается. Он в депрессии находится. Ему не хватает контакта с природой. Просто в лес ходим каждый день по 5 километров. До свидания. Пониженный гемоглобин. А почему не всасывается железо? А потому что нет движения. Человек просто пассивную жизнь живет. Он мало двигается. Поэтому пониженный гемоглобин. Вот женщины беременные. Почему пониженный гемоглобин? Ногу усваивается всего, а ходим мало. Сидим в основном, как клушки. О-о-о-о-о. Надо выгонять на улицу. Супер-супер. Спасибо вам за этот вопрос. Я забыл. Это сложная тема. Знаете, есть еще один способ свою жизнь продлевать. Это задержки дыхания. На вдохе и на выдохе. Просто некоторые только на выдохе рекомендуют. Это сильно тонизирует организм. Некоторые только на вдохе. Это сильно расслабляет. Вообще классика – это задержка и на вдохе, и на выдохе. Вот когда человек задерживает дыхание на вдохе и на выдохе, и при этом молится, тогда он продлевает свою жизнь. Во время задержек дыхания пробиваются вот эти тонкие психические каналы. Длительные статические упражнения. Не йога такая. Сделать чуть-чуть. Следующее. А длительные. Вот как православные на службах неподвижно стоят, вот так не двигаясь. Ночное обдение. Вот это вот продлевает жизнь. Пробиваются все каналы. Понимаете? То есть длин, долго человек не двигается в каком-то положении тела. Это продлевает жизнь. Раз. Пост. Два. Задержки дыхания. Три. И я вам очень рекомендую, мои хорошие, потому что вы живете в Москве. Прямо в Москве. Прямо в центре города. Дерево увидели большое? Вам подходит? Вставайте рядом с ним. 20 минут в день. Вы увидите через месяц хронические заболевания. До свидания. Это дерево будет просто прочищать все каналы. Причем последовательно, вот так постепенно. Снаружи, внутрь. То есть последние несколько минут будет уже тяжело вставить, потому что там самые глубокие каналы будут прочищаться. А с вами лучше всего? Лучше всего одно и то же. Если вы найдете, вот что вам подходит, все, слава богу. Больше не надо никакие разные. Вот только его. Поймите, что это для вас будет очень большое подспорье. Деревья, конечно, это не такие, как в Гималаях или там в Сибири, в тайге, но зато это деревья, понимаете, в них энергетика в 10 раз сильнее, чем у человека. Вы встали просто к этому дереву, постояли, и оно вам даст здоровье гораздо больше, чем если вы этого не сделаете. Если уж говорить о экологии, то мы этой экологии дышим больше всего. Люди часто думают, деревья это вредно в городе. Самое вредное, это мой хороший воздух просто, который вы столько через этот воздух, этих токсинов пропускаете каждый день, то давайте забудем про все остальное. В конце концов, дерево вы же не съедаете, вы просто к нему встаете, оно же энергию вам просто дает, и все. За прививки или против? Я прививочный скептик. Иногда это хорошо. Я говорил много раз об этом, еще раз рассказываю. Посмотрите на свою жизнь. Если у вас люди, дети и вы постоянно чувствительность повышена к лекарствам, аллергии, кожные болезни, если у вас повышена чувствительность к лекарствам, аллергии, кожные болезни, прививки для вас могут быть смертельно опасными. Если у вас ничего такого не бывает, то тогда думаю, что все будет нормально. Просто я лично знаю два случая в моей жизни смертельных результатов. Первый случай очень интересный. Один ребенок, мать пыталась у меня его лечить, он был обездвижен, я не смог ему помочь. Это было в Индии. Она вылечила его с помощью молитвы. Люди по четырем сторонам света сели, священники. Не буду говорить, какой веры, что-то не было. 12 часов молились, ребенок начал двигаться. То есть они сказали, начнет двигаться, выживет. Нет, мы ничего не сделаем. Он просто не двигался вообще, вот так как растение лежал и все. Начал двигаться через несколько дней. И он потом ожил все, начал жить. В возрасте пяти лет она сделала прививку, и он умер прямо тут же от прививки. Второй случай – это мой родственник, родной, по отцовской линии. Эпилепсия оставил жизни в возрасте 40 лет от слабоумия. После прививки результат. Страшная вещь. Но многие люди делают, и ничего нормального. Еще одна такая вещь, которая вас должна вызвать скептиз, спросите у инфекционистов, это вот честно будет и правильно. Понимаете, сейчас все инфекции модифицируются в течение года практически. Это означает, что вы прививку сделали, а через год инфекция сама уже другая, и она может заразить вас, несмотря на то, что прививка есть. Понимаете, да, о чем я говорю? Я разок заболел одной детской болезнью не буду говорить, чтобы интернет не пестрил этой фразой. Инфекция, детская инфекция, а у меня есть прививка. Я сразу к инфекционистам звоню, говорю, в чем дело? Ребята, они говорят, а вот сейчас вот так вот. Все инфекции могут возникнуть в организме, даже несмотря на то, что у тебя есть прививка. Почему? Потому что они модифицируются. Их сейчас активно лечат, а они приспосабливаются. Понимаете, идет борьба за существование. Раньше не лечили, они не модифицировали. Сейчас лечат, приспосабливаются. Ну что, мы с вами должны заканчивать уже, мои хорошие. Воды сколько пить? Супер, хороший вопрос. Спасибо вам за него. Пожалуйста, пейте воды сколько хочется. Это очень важно. Послушайте меня. У всех людей по-разному. Вот мне в организм надо очень много воды. Мне вот много надо. По 3-4 литра в день. А Максим со мной ездит, врач со мной. Ему надо очень мало, наоборот. Он пьет литр в день. А если он будет больше пить, он будет болеть. Вот знаете как? Вот чувствуете, сухости во рту совсем нет. Значит, воды хватает. Сухость появилась, чуть-чуть попейте. Все. У всех по-разному. Если будете мало пить, будете болеть. Будете много пить, тоже будете болеть. Есть такая теория, надо пить много-много-много, тогда будешь здоровым. Унитаз точно может сломаться в этом случае, а вот насчет здоровья я не уверен. Давайте насчет ваших конкретных болезней. У нас есть бесплатная консультация на сайте. Записывайтесь, спрашивайте, получайте советы. У нас не место здесь для конкретных болезней. Мы говорим в общем, как выжить в этом мире. Понимаете? Об общих вещах каких-то говорим. Это хорошая очень трава, очень хорошая. То есть, это заменитель чая, полноценный. То есть, он тонизирует, но эффект вот этот вот счастье галлюциногенный не дает. То есть, его можно смело пить каждый день, перегрузок никаких нет. Это тонизирующая трава, тонизирующая, дающая бодрость, здоровье, хорошая вещь. Есть несколько заменителей чая, если вы уж на эту тему пошли. Первый заменитель шиповник, смело, не бойтесь. Тонизирует, отрицательных эффектов нет. Понравилось, чай шиповником каждый день дает здоровье, тонус, бодрость, все, проблем никаких нет. Запомнили первый вариант? Второй вариант, мята, особенно тем, кому жарко. Она охлаждает, тонизирует одновременно. Третий вариант, Иван-чай, но не на ночь, он тонизирует. Вот три варианта только. проросшие зерна. Сонливость, проросшие зерна. И ходьба, и стоять возле деревьев. Ходьба, стоять возле деревьев, проросшие зерна. Не будет сонливости, гарантирую. Сонливость означает, прана не хватает, психической энергии. Прана дают деревья, человеку прану пробивают каналы тонкие, человек становится бороактивным, защищенным, защищенным. Если вы будете по 20 минут возле дерева стоять, вероятность развития опухоли в организме нулевая. Я не могу ничего гарантировать, конечно, вы там, может, на ночь будете наедаться, потом возле дерева стоять. Не знаю, как вы будете жить, но если вы будете правильно жить и стоять возле дерева, нулевая вероятность развития опухоли в организме. Каналы все пробиваются, опухоль не может развиваться, потому что она развивается, когда у вас в теле блокируются эти каналы. Гиподинамия. Зимой тоже, они тоже, они живые, они дышат зимой, энергетика идет по ним. Они за счет энергии зимой дышат, живут. Они летом за счет соков так же живут, но зимой чисто за счет энергии. Вот как йоги сидят в Гималаях, они не кушают там, на снегу прямо сидят и медитируют. Они за счет энергии живут. Так и деревья зимой одно и то же. А ранняя седина? Ранняя седина. у меня тоже есть. Пальмовую. Пальма в отличие от березы? Я не буду сейчас вам это все. Береза это дерево, которое дает женскую энергию, Венера. Энергия Венеры. А пальма, она дает энергию Юпитера, Солнца иногда. Вот это другая энергия. Ну зачем нам об этом сейчас говорить? При всем. Давайте не будем такие вот узкие. Знаете, у меня в Екатеринбурге была одна женщина, у нас связь характера с болезнями была. Я рассказывал всю рекцию связь характера с болезнями, и одна женщина спросила, Олег Геннадьевич от каких черт характера зависит, если потеет только пятка на правой ноге. Нет? Потрясающий вопрос. Все сели прямо. Давайте будем молиться. Спасибо вам, что вы выдержали эту лекцию. Обещаю, что больше их не будут читать. Они скучные, такие лекции про здоровье. Вы сколько не хлопайте, посмотрите на зал, почти никто не пришел. Само по себе это уже говорит о том, что они скучные. Ну ладно, мы включаем православную музыку, потому что это в основном православная страна, здесь большинство людей православных, поэтому мы настраиваемся на на молитву. Все сели прямо. Я, кстати, там, я сейчас был в Алмате и в Бишкеке, я там мусульманскую музыку крутил. Там все хотели мусульманскую, здесь все хотят православную. слушаем тех, кто молится, входим в этот настрой общий. Человек может победить судьбу только тогда, когда он соединен звуком с Богом. Чтобы соединить себя с звуком с Богом, нужно два варианта. Первый вариант, я помню о своем наставнике любимом, или о святом человеке каком-то, о святом месте, помню о Господе. Это очень трудно, очень трудно так сделать. Нужно реально трудиться сердцем очень долго. Второй способ, это когда кто-то молится, кто-то молится, вместе с ним, если ты так же, как он, повторяешь, в его настроении, тогда ты сможешь тут же получить этот эффект победы над судьбой. Ты соединяешься с этой энергией Бога и начинается победа над судьбой. Как она чувствуется? Первое, что чувствуется, человек во время этого повторения начинает чувствовать энтузиазм. Веды говорят, что в это время включается духовный разум, который судьбу и побеждает. Второе, если он продолжает очень сильно, так же, как они, повторять, я желаю всем счастья в их настроении, в их вот этом чувстве, тогда в этот момент человек в сердце начинает неожиданно чувствовать счастье. Это означает, что он включился в духовный разум. Такое, что-то чувство такое необычное вот здесь в сердце возникает. И в это время человек должен вот это необычное чувство свое в виде звука молитвы дома, а здесь я желаю всем счастья, отдать своей святыне. Кланяться мысленно или прямо так кланяться, и я желаю всем счастья. Что желаю? Вот то, что вот здесь вот я почувствовал и отдавать. Сначала я сильно слушаю, как они, а потом я то, что чувствую, то и отдаю. И вот в это время этот процесс очищает пространство судьбы человека. Вот это означает лечение судьбы. Вы говорите, Олег Геннадьевич, говорите о лечении судьбы. Вот это лечение судьбы происходит в три этапа. Первый этап легко на сердце становится вот здесь. Второй этап я вспоминаю проблему, она вспоминается лучше. И третий этап называется чудо, когда проблема проходит. Ты увидишь, что она проходит реально. Чтобы эти три этапа пройти, надо много молиться, не пять минут. И каждый день. А сейчас мы просто попробуем. Это не молитва, это просто настрой. Он нужен для того, чтобы мы потренировались. А дома вы будете молиться в своей вере, в своей культуре, в своей традиции. И ничего менять мы не будем. Назло всем мнением, что Олег Геннадьевич кого-то что-то меняет. Вот сделайте так, чтобы вы докажите, что я ничего не меняю. Оставайтесь в своей вере. Пускай меня не критикуют.